Здорово, Звукануты! Я в Питере в гостях... Точнее, не в Питере, я в Пригороде, да? Я в Пригороде Питера в гостях у группы Шаманика. Чего вы занимаетесь? Представьтесь. Я Сергей, а я Сергей. А я Слав. Как обычно, всегда друг друга перебиваем. Да, отлично. Диалог называется. Живое общение. Да, расскажите про Шаманику, что это за группа, что за концепция у вас, что вообще вы делаете? Так, ну, конечно же, делаем музыку. Интересную такую, в стиле, как он боится. Используем народных элементов, руссконародных. Да, играем на инструментах, которые не строят. За счет этого получается нормальная живая музыка. Да, да. Редактор субтитров А.Семкин Это ваш концертный сетап или это... Ну, все зависит от ситуации. Тут как зависит от концерта. Где, в какое место. Так, на самом деле, с таким сетапом тоже работали. Но это громоздко слишком все таскать. Вот, если там какие-то маленькие клубы, небольшие выступления, то, конечно, мы гораздо все меньше с собой возим. Если где-то какие-то серьезные крупные мероприятия, где-то два часа концерт делал, тогда мы, да, собираем все это и в мешки, и потащили. Ну, как-то в Москву... Если есть возможность на машине доехать, мы грузим максимально. Да, если, конечно, где-то поездом, то тогда мы поменьше берем. Ну, а, кстати, вспомнив, в Москву вот как раз-таки мы все это и тащили. Два раза ездили. В первый раз ездили, и больше мы не стали думать, что все хватит, и все таскать. Все можно упрощать. Так, да? А расскажите, как вы вообще пришли к этому? С чего вообще начинался ваш творческий путь? Как вы стали шаманникой? Как вы это сделали? Ну, на самом деле, это можно, наверное, окунуться вообще в лет 20 назад. То есть, когда было еще такое большое разделение, там, рок, металл, электроника, все это очень сильно делилось. И тогда, и вот концепция, почему смешать электронную музыку с живыми инструментами. И тогда я впервые услышал группу Apollo Fufoti. Они играли такой рок, но они очень много синтезаторов использовали. То есть, получалось очень интересно, ну, и мне понравилось, в общем, да, они используют живые инструменты с электроникой. Как раз я играл в рок-группе, и Руслан услышал у нас несколько тем, из которых получилось что-то похожее на Apollo Fufoti сделать. Да, да, да. Я все равно, давай попробуем. А я любил уже синтезаторы, давно начал с ними, хотя я тоже до этого в рок-группе играл, но как-то у меня попался компьютер-спектрум, если кто-то с такой помнит. Вот, и кто-то помнит такие темы. Кто-то, наверное, и название такое не слышал. Ну, это вот, когда там на радиорынке приезжаешь, и вся эта электронная музыка компьютерная тогда звучала со всех сторон, это компьютерные клубы, и этот звук мне вообще нравился. Вот, и тогда вот, и все, и зародилась любовь именно к электронной музыке, к электронным звукам. Вот, и как раз услышал Серегу, и говорю, Серега, что, давайте попробуем сделать. Я свои синтезаторы, ну, тогда бы синтезаторов не было, денег-то не так много, все стоило дорого. Раньше синтезатор стоил как квартира. Да, 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 денег-то особо не было, поэтому, в принципе, тогда только появлялись первые ВСТ-шки, первый виртуальный синтезатор на компьютере. Некоторые синтезаторы размером были, как все эти сразу. И тогда мы сделали, попробовали первый эксперимент, то есть это вот компьютер я с собой брал, это звуковая карточка даже какую-то, и маха была, да, серьезная, тогда где-то доставали 200 долларов, оно стоило. И сейчас синтезатор можно купить аналоговые за такие деньги. Да, да, все изменилось. Все, какие-то ВСТ-шки, все, это здоровые компьютеры, все, стандартно брали, репетировали, делали, даже где-то выскупали. Момитор такой, да. Телевизоре старые таскали. Да, 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 да. Даже пару концертов где-то дали, молоко, по-моему, еще где-то. Ну, в итоге что-то получилось. По-моему, как раз играли, когда психия только начинала, они с компьютером были и мы. Их никто не знал еще и нас тоже тогда. В общем, была интересная публика тогда в зале. Она сдвилась 50 на 50. Я помню, когда мы сейчас стояли на сцене, там пишут, да, они с компьютера, они ложочки, они лисочки, все шняга, а вторая поняла, блин, фига никакая не кайфовую тему делают. Вообще прикольно. Ну да, это тогда зародилась идея. Это сколько лет назад? Это было лет 20, наверное, назад. Это когда вы просто решили попробовать смешать... Да. Поставил 99-й 2000-й год. Да, 2000-й год, это так. Как раз металл такой активный заканчивался, мода на него. Появлялись лимбийские-то всякие тоже. Угу. Да. И вот мы тоже на фоне этого... Но у нас была тяжелая музыка, то есть это не то же самое, что сейчас. Угу. Была идея смешать живую гитару с электроникой. Да, для электрон. Мы позвали фолк-группу играть. И я как раз за некоторое время обучился фолковым вещам. Угу. Использовал акустическую гитару, что для меня тоже было нехарактерно тогда. То есть как раз стал приближаться к этим звукам. То есть ты с металла перешел на балалайку в итоге? Тогда на акустическую гитару, а в итоге да. В итоге надо было балалайку. Ну это с лениным выходом? Да, да. Да? Да, да. Да, да. Да, да. Надо отремонтировать после крайнего концерта в Санте. Я чувствую, что концерт был горячим. Да, нет, нет. Это был да. Очень весело было. Наверное, было много. А про мастерите что-нибудь? Как вы вообще сочиняете музыку? Вот сейчас до того, как мы начали записывать, начали что-то наигрывать. Наиграете что-нибудь сейчас так же экспромтом? Прямо так и наигрываем. И так вот у вас рождается идея. Пытаемся запомнить и... Давай что-нибудь, да, наиграем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, смотри-ка, а теперь знаешь, когда можно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно было вниз уйти, гармония с видео, он вообще глубоко бы зашел бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, у вас новый трек теперь появился. Да, но это старый трек, по факту. Ну, по факту, теперь должно стать треком. Ладно, мы переживали, готовились. Это вообще запланировано. Есть песня, такая песня с Козы Пырской Едена. Но она на самом деле звучит совершенно по-другому в концерте. В общем-то, поиграли просто решение. Просто так. На самом деле, она так придумывалась, когда изначально мы ее делали. Ну, в принципе, по факту, так и есть. У нас там раньше здесь большой дом стоял, когда была студия, можно было громко. Все эти колонки выставляли, полную громкость. И сидели 2 часа, 3 часа, крутили синтезаторы, нажимали кнопки. Так, в принципе, все темы у нас делились. Опачки. Хороший момент, запоминаем рекорд и записываем. Главное на запись поставить. Вообще, у меня есть дрель, подключенная с датчиком. Мы даже и их использовали, различные штуки, чтобы райзеры всякие создавать, живые. А, да, ничего себе. Входы, выходы, как бы... Ну, сейчас как-то это отошли немножко. Но был момент, когда экспериментировали все на чем что угодно. А, в кастрюлю. В горшочек пели. Да, в горшочек пели. Чугунный. Есть видео, где с самого начала даже не удаляли его с контакта, где он, знаете, сам на кастрюле играет. Вы мне, походу, это дадите, чтобы я в видос это вставил, нарезкой. Там все столько... Там как раз обозначено... Мы сначала не Шаманика назывались, а Руника. Но мы с Руником практически не выступали. То есть это было, как сказать, начало вот именно такого проекта. Видео выложено как Руника, да? Да, как Руника, да. Ну, вот на самом деле, вот как в дворе все это делалось. Тут был старый дом. В дворе сейчас возрастается. Зато вот так атмосферненько сидишь, смотришь на снежок. Нет, это вообще... Сейчас вообще будет хорошо зимой, когда здесь будут сугробы. Будет такое настроение, будет такое саночное. Да, сейчас пока он на кухню переехал. То есть пока здесь все творится. А есть возможность сейчас показать, как вы на концерте именно играете? Вот просто что-то сыграть, один трек или хотя бы полтрека. Или это сложно? Ну, это не сложно, это можно сделать. Если мы только будем обилтован, на концерте мы... Вот, она эта штука лежит, она у нас немножко сломалась, эта корня. Да-да. Да, надо ее ввести в ремонт. Это на последнем сайте как раз у нас накрыло. То есть там созданный костяк вот из ритмов. То есть, например, тема играется от и до, там барабаны. Ну, не самый удачный, как сэмплер, на самом же деле. Он использовался для того, что... Точнее, у нас был аналог драм. Он в четыре раза дороже этого. И после некоторых концертов мы решили, что нам не потянуть второй аналог драм. Это электрон, который? Да, электрон, да. Ну, это, как сказать, ну, бюджетные, потому что на концертах все-таки убиваются. Убиваются. Да, да. У меня электрон так тоже, у меня корговское все, в принципе, убивалось. У меня не было ни одного корговского инструмента, который не менял бы по гарантии. Ну, скажу, как будет, с коргом нам нравится вообще. А все корг, да, у нас... По звуку хорошо, но просто какая-то вот сборка, видимо. Ну, у меня, я не помню, у меня, разве что, который с фейдерами контроллер был. Вот, единственное, я его не менял по гарантии. Все остальные я менял по гарантии. Там есть пады какие-то или крутилки. Ну, а, может быть. Вот у меня макер корг, это там бабушки, у меня там поют всякий сэмплер клавишный. Вот мы его используем. Сейчас его здесь нет. А, так это не весь сетап, получается. Ну, на самом деле, не весь. Весь мой сетап, на который я отвечаю. А-а-а. Сетап есть. Да, ну, он там больше для живых. Ну, я больше живые, да. И вот из синтезаторов у меня микрокорг клавишный есть. Он, имеется в виду, что он достаточно старый. И вот он живой, рабочий. И там, кстати, крутилки спрятаны внутрь, ничего не торчит. И за счет перетаскиваний... В микрокорге? Да, там крутилки такие внизу корпуса. Сэмплер, не в никаком синтезаторе. Который микрокорг сэмплер. А-а-а. Макросэмплер. Микросэмплер, да. Да-да. Вот, там, короче, крутилки все не выступают из корпуса. Они все внутренние. За счет этого перевозки, ну, в общем-то, не страшны. И он отживучий. А как чё? Ну, кто он все знает? Все с ним играют. Вот, кстати, удивительно то, что знают, оказывается, не все. Многие зрители канала просто просто, что это за программа. То есть, видать, в России, в СНГ так распространен Fruity Loops. Ну, Fruity Loops для меня... Я им пользовался как раз, когда у меня был компьютер. Вот это те же года, где мы начинали. Для меня Fruity Loops остался ассоциироваться с какой-то программкой для детей. По-моему, покрутить. Аналогично, да. Вот почему. Вот почему. Вот почему. Почему мы не используем компьютер никогда на сцене. Это, короче, мне говорят, типа, мол, а чё, есть смысл делать что-то это на Маке? Хватает ли Мака? Да, да, да. Вот, 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 вы приехали на концерт, пожалуйста, всё, всё, вот ваш PC. Я как раз себе купил десятилетней давности Мак. Да, и всё, и ещё на 10 лет. Я загрузил Logic Pro, всё, вот всё, что надо, мне больше ничего не надо. Да, 10 лет ещё будет работать, пока железо не сдохнет полностью. На самом деле, это вообще настолько не первый раз. А это сколько раз было на концертах у нас? Да. Это по среде. Нотбук-то очень новый. А ноутбук-то, да, достаточно мощный. Там Core i7, флеш-накопитель, он загружается вон 3 секунды. Ну, смотри, Core i7, столько железа, да, казалось бы, да, а толку? Windows. Вот поэтому, люди, не надо использовать Windows на концертах. У нас был концерт, когда мы взяли ноутбук, у нас некий ноутбук играли, нет, именно, конкретно концерт, играли-играли, и ноутбук, бэм, и всё, перезагрузился. Нет, со звуком Windows. Со звуком всё добавляем. На нотбук, опачки, что-то. Прикольно. Это мы вот и стали использовать. Так, можно обыграть было, типа, эта часть шоу, типа, ну, типа, троллите. Ну, да, это было самое начало, было не до этого. Сейчас бы просто вы все выключили бы, я с балалайка бы сплясал бы, и всё. И всё, да. Я бы на лагере ничего не поиграл бы. Вообще, у нас так тоже случалось, даже никто не замечал, что надо подождать, чтобы что-то перезагрузить. Ладно, жилетки тоже у нас... Сами сводите свою музыку? Да, конечно. Расскажите-то про мониторы, про свои. Почему эти, почему эти, и почему вот эти вот? Всё очень просто. Рассказывайте. Потому что дёсево. Вот это можно я размажу правду? Давай. Сначала были эти, потом эти. На самом деле, так и было. Ещё вон те были в самом начале. Да, вот были первые. Теперь это шит-контроль, я так понимаю? Сейчас они пока не подключены, но да. Или когда надо навалить? Ну, вообще, вообще послушать, как на разных колонках, что по-разному звучит, какие-то нюансы получаются. Можно разобрать. То есть, колоночки, динамики, самолонки. В итоге сейчас вот эти вот основные, да, стали? Да, ну как, на них сводить хорошо. Всё, основное дело, что на них сводишь, в принципе, более-менее, потом на всех остальных проверяешь. Ну, звучит, значит, звучит. А не звучит. Самое крайнее, это динамика телефона. Ну да, кстати, потому что в большинстве случаев, люди как раз-таки теперь слушают. Я вот заметил. На телефоне все ходят, слушают. Да, да, тебе надо иметь какую-то маленькую колонку, там, самую простую, монот, чтобы ты просто знал, как этот трек будет звучать в итоге. Либо вот я ещё недавно записывал видео, эти эпловские наушники. Вот хочешь узнать, как люди будут слышать твою музыку? Берёшь пару наушников, в них свёл, и всё, и ты чётко знаешь, как она будет там звучать. То есть, тоже такой, как элемент шит-контроля. Что за карта? Что это за карта? Мне что-то показалось, что это Этифидирол какой-то. Это у нас Беренджер. Это Беренджер, да? Он у нас, да, по фаривайвер интерфейсу подключался. Все нас троллят с Беренджерами, да. Нам как-то везёт. И микшер, скипульты, и маленькие концертные у нас Беренджеры. Ну а так сейчас вот... Они не шумят при этом же, правильно? Вот у нас проблем нету никаких. Все нам подходят, особенно в Москве. Ага. Да. Чаос Беренджер. Чаос Беренджер. Чаос Беренджер. Не-не-не, погоди, с московским нацином. Чаос Беренджер. Чаос Беренджер. 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 Купили, всё работает. Главное, что функцию выполняет свою при этом. Пылинки не сдуваем. Всё работает. Всё работает. Леник недорого. То есть, там, конечно, в будущем, когда мы там разносятся на мату, как он пилит. Ну, все хотят хай-энд, как бы, в итоге, конечно же. На самом деле, всё проще. Есть ещё студия в Питере, как бы, что-то куда-то съездить, заплатить там за час работы, доработать. Ну да, что-то написать живую. То есть, мы, как бы, балалайки, инструменты, Варган. Мы на студию ездим, микрофоны пишем. Если надо, если что-то качество получить, пить в треках у нас. Варган. Расскажи про Варган. Я видел, слышал у вас в треках. Ну, знаете, Варган – это предшественные гармошки, как все говорят. В старинный трек-инструмент. Давай, подограй мне. Так, есть ещё вот такое. Это, как бы, у нас... О, так это не один? Да, конечно. Варганов в фон-то много. Сложно научиться на таком инструменте играть? Больно. Больно. Поначалу больно. Первые вот разы рассекались губы в кровь. У меня есть Варган, мне, да, мне было тяжело. А вот это точно определенно новый трек. Да. Варган очень долгий, да. Это сейчас на ходу придумали? Да, да. Атмосферно. Так что мы запишем, просмотрим этот ролик, вспомним, что вы сыграли и будет новый трек. Да, классно. Ну, на самом деле, импромизация, я вам скажу, это самое лёгкое, что могу делать. Ну, вот это самое... Ничего проще сделать импромизацию. Самое, конечно, сложно сделать готовое законченное. Но обратите внимание, вот тоже, ну, на заметку, как бы и зрителям, да, и нам, как бы, напомнить себе. Каждый раз, когда что-то играешь от балды, от души, и тебя просто, ну, льётся через тебя, ты в этот момент кайфуешь, да, как бы, и думаешь, о, какая приятная композиция, какая классная. Но потом у тебя есть такой момент, но она же не такая там техническая, как там то и это. И ты начинаешь её убивать сразу, ты начинаешь к ней там придираться, и в итоге ты её никому не показываешь. Но на самом деле, вот именно вот это вот почему-то чаще всего не только тебе, оно заходит ещё и остальным. Потому что этот вот резонанс, который ты испытываешь во время игры, и этот момент, что ты забыл поставить это на запись, вот сейчас мы это всё записали, это спасение, вот у вас есть, да, теперь. Да, да. Это вот тема, да, такая, вот когда импровизируешь, надо всегда записывать. Вот даже элементарно, хотя бы камеру поставь, чтобы ты хоть там на слух подобрал эти ноты. Хотя камера интересная, мы камеру не используем. Потому что ты... Чтобы себя ещё видеть, рожа своя. Очень сложно, очень сложно там где-то включиться, там вот поставить там, не знаю, на запись, чтобы ты всё синхронно записывал. Когда ставишь просто камеру где-то на фоне, вот просто маленькую там GoPro-шечку какую-то, вот это всё фиксируется, ты потом, о, посмотрю-ка, о, отлично, о, клёвая идея. Ты можешь постоянно так вот джемить бесконечно, если ты не записываешь в ком. Это какой-то даже это, обмен в мастер-класс. Ну да, конечно, конечно, мы же просвещаем народ. Мы же, как это, погружаемся, учимся, мы учимся на ходу. Ну так, что получили несколько целых советов. Вот. Хотя опыта у вас не меньше, чем у остальных. Опыту с концертов берёте, так чёрт. Ну, у нас есть опыт играть без блоков питания. Без блоков питания, да. Так вы можете этот, Unplugged, Unplugged концерты просто делать. Да, нет, это было, ну как бы, там надо было сыграть, но... Слава богу, есть интернет и контакты, и треки ВКонтакте были выложены. Это было очень сильно у нас по слову когда-то. Ой, то есть пришлось свою же музыку играть с контакта. Да, да, а что там ярмарк, она вот... А у нас нету блоков питания, а не ситуатор только работает. А, и Роланд ещё был, да, заработал. Всё, а всё остальное, есть сетап накрытый. Где использовать Роланд этот? Роланд, да, всегда он. Расскажи, не посвящённый, что за синтезатор, откуда он взялся, и оттуда его корни. Реокарнация 303-го Роланда, это знаменитая басовая машинка, в которой Роланд весь секс и телексик на нём родился. Ну, как бы, это рекарнация, ну, то есть он не аналоговый, он, естественно, типа, как УСТ. У него новая технология Роланда, которая может повторять его звук, да. Ну, звук, сами слышите, он практически копию даёт, очень качественно. То есть, в принципе, он как-то по себе готовый инструмент, его можно так, стоять, можно сослушать и в транс войти. Это рейт из какого-то нового трека? Ну, мы это на концерт, его всегда используем, значит, в концертной стаде. Ну, снова, это, по-моему, что складываем сауну, да. Ну, снова, это, по-моему, что складываем сауну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, написано, что и грушевая, что она отличается от пластиковый, например. И, как бы, может быть, кто-то поймёт, поэтому мы говорим, что грушевый. Не, ну, у нас до этого была какая-то пластиковая флета, ну, да, действительно звук отличается. Ну, отличается, ну, отличается как раз именно тем, что не рафинированный звук. То есть, пластика чистый, чёткий, всё чётко, но на пластиковый флете играешь, это можно подобрать. Да, скучно, скучно, в общем, да. А там микрорезонансы, как бы, есть. Как бы, чуть-чуть хуже, как бы, хуже, но слушается лучше. Да. И мягче, так, ближе. Ну, только приятнее. А что-то шипит где-то, сипит, как бы, на слух он приятнее какие-то. Это потому что, вот, это как, например, аналоговые звуки, дигитально отличаются. Это можно сравнить таким образом. Вот когда стоишь, например, с закрытыми глазами, спиной к лесу, закрываешь глаза, у тебя получается слух как бы, да, ну, активируется сильнее. И сзади начинается какой-то шелест, ну, опасность какая-то. И у тебя вот всё, позвоночник, да, вот мозг начинает сорвать, это вот как будоражится. И вот аналог, он именно так и влияет на мозг. То есть вот когда ты крутишь синт бесконечно, у тебя вот, ты думаешь, ёлки-палки, ну, я же могу просто вот синт стоять, крутить часами и от этого ловить кайф. Или когда играешь на живом инструменте, ты как бы в какой-то вот в транс входишь, у тебя мозг просто постоянно питается вот этими вот микроволнами, ну, как, искажениями в звуковых волнах. Вот именно это мозгу и интересно. То есть почему вот дигитальная музыка становится скучной, она чем стерильнее, тем она пустее, у неё отсутствует душа. Да, вот в этой музыке вы только начинаете играть, а так как там постоянно что-то происходит, и оно происходит не просто там в плане мелодии, а оно именно вот эти микроискажения. И эти микроискажения создают, в принципе, эффект, как бы, вот этого вот звучания, эффект, ну, почему вообще эта музыка начинает заходить, почему она резонирует. Потому что... Именно, поэтому мы любим электронную музыку, надо вносить в живого звусти, поэтому и стали... Это вот такой, знаешь, разбит стереотип, что электронщики, это не просто там сидят, там кнопки нажимают. На самом деле тут гораздо глубже, как бы, культура, это тоже... Вот, опять же, вот гитара, мы сначала на гитаре играли, я играл в «Шаманике». Она, как бы, ну, её настроил, она нормально звучит, всё. Вот, но она строит, и у него вот это теряется аутентичность, или так, правильно я сказал, что за слово такое, сам не знаю. Короче говоря, номера не строит, никогда. И за счёт этого она звучит круче, и получается домашнее, живое, народное, как бы... Хотя те же самые струны, та же самая длина амплитуды, да, чё я... Ну, длина... Чё я опять сказал, да? Короче, длина ладов, количество ладов, она абсолютно одинаковая с гитарой. Разница тут... По длине труда? Да, короче. А звук совершенно другой, потому что она не строит. Да. Расскажи, бэйстейшн, вот она прям для баса используется, или всё-таки для чего-то ещё? Ну, как сказать, бэйстейшн... Как ты пришёл к этому синтезатору? Это очень хороший синтезатор. Очень просто. Зашёл на сайт какого-то магазина, смотри, бэйстейшн. Опачки, синтезатор чисто аналоговый. Цена вроде бы, денег есть, надо купить, всё, купил. По сути, так, к этому синтезатору мы так пришли. Ты доволен, ты доволен? Да, бэйстейшн это супер синтезатор, очень гайфовый. Но почти все басы мы сейчас на нём переделали. Но первый был вот этот. Ультра-ново. Да. Но это не аналоговый, это всё равно в тизическом моделировании. Ну, виртуал-аналоговый, да, называется. То есть, как бы... Ну, это они сделали реинкарнацию своего супер-нового модуля. То есть, поначалу с ним работали. Ну, звук мне не особо его нравится. Он как вот такой. То есть, аналоговый звук вот сразу чувствуется. Вот аналоговый синтезатор. Да, он жирнее. Да, и вот аналоговый синтезатор. Это Беринджер новый. Это они сделали по типу Профита? Нет, не Профита. Это вообще реинкарнация старых первых синтезаторов аналоговых. Там надо считать. Ну, в общем, я помню, что они его выпускали, они хотели прям что-то сказать этим синтезаторам, когда сделали его. Вот, достаточно. Звук мне нравится, но он более для атмосферных звуков, для подкладок, для падов. То есть, достаточно очень красивый. Такой. Ну, такие старые, старые, если кто-то вспомнит, старые звуки, там, Жан-Мишель-Жарер. Такой звук у него. То есть, он у нас для подкладок. Ну, у нас появился недавно, в новых темах мы его еще не использовали. Ну, а сейчас вот пока работаю, переписываем, переделываем, добавляем. Стереопары для записи используете? Да, это я варган, специально для варгана брал. Если какие-то записи надо засемплировать, то я через них делаю. Но это так, для рабочих версий. Если что-то серьезное, конечно, мы едем опять на студию, там пишем. А добавляйте звуки природы, какие-то атмосферы такую записываете в свою музыку? Потому что все-таки она, ну, ассоциируется. Афангель с этого и началось. Да, и уника началась с этого. У меня был, так сказать, ну, как сказать, не проект, просто я записал, сделал полевые записи, доделал туда на флейте, на всяких, на чем мог. Выложил ВКонтакте, это как волосов лес. То есть, это просто амбиент, просто шум, постоянный шум леса, постоянный шум воды, там, вот все, что я записывал, и туда записал. Руслан это услышал, говорит, как бы, все прикольно, но это никому не надо, давай играйте, как бы, музыку. Ну, идея кайфовая, как бы. Ну, это кайфово, это кайфово, ты слушаешь, потом ты погружаешься в эту атмосферу. Да, ну, мы потом добавили, да, небольшой трек на базе этого. Один из первых треков был сделан уже, ну, не в драмбейсе, а в трекбите в каком-то. Да, в трекбите делали, так, после, когда экспритив только начинали. Да, просто добавили. Ну, в принципе, для детей тот альбом-то прикольно слушать, но концертировать с ним негде. Ну, да, конечно. Почему драм-н-бейс? Почему, почему, почему вот взять, ну, почему взяли вот этот свой звук, ну, свою идею, да, концепцию? Почему в драм-н-бейсе это все воплощается? Почему именно этот стиль музыки? Ну, есть несколько вариантов, как это получилось. Есть коммерческие, это как бы какой-то из них коммерческие, какой-то из них некоммерческие, или все же просто прет? Нет, никакой коммерческий, конечно же, изначально прет, но... Значит, первое, первое, у нас также мы экспериментировали, а-ля Иван Купала, там, на базе своих, как бы, любимых продиджей, химиков, как бы, все это смешивали. И это все было хаос, полный хаос, неразбериха, ни в стилях, ни... никому не предложить в какую-то тусовку эту музыку, то есть один трек такой, другой сикой. Ну, ты как Chemical Brother сделала, да, big beat просто получается какой-то, и он сложно, сложную аудиторию найти на него. Вот, драм-н-бейс, он сам по себе, так сказать, отображает, как... Такую русскую, русскую, гуляй на душу. То есть он, вот в него вписывается, в его темп, вписываются все старинные песни, и, в общем-то, он звучит причесанным, он качает, и... Весело, задорно. Как только мы сделали первые три трека именно в драм-н-бейсе, мы поняли, что, что нам дергаться, и надо просто дальше работать над музыкой, над треком. Ну, тем не менее, у нас там есть один трек в прямом бике, тоже... Я слышал, кажется, он больше такой был под Псай немного, кажется. Да, ну, это вообще, на самом деле, больше каким Club Brother делал, почти же, только есть, что мы там добавили девчонок, которые руссконародных поют. Песня очень хорошая, получилась очень качественная, и мы не можем ее просто выбросить, и обязательно на всех концертах используем, это вот как-то... Да, она немножко разряжает обстановку. То есть мы, в принципе, финишируем свой концерт всегда. Ясно. А вторая история с драм-н-бейса, в прошлом у нас был трек в виду, он просто изначально получился сделать его в драм-н-бейсе, и так вот, и все, и стали дальше делать. Это как раз работа студийная, то, что там работает. Одна из наших последних песен, вот так мы сомплируем. Инструменты вы записывали? А? Или сэмплы? Ну, тут работа была интересна, то есть взят изначально оригинальный трек, вот, из него выдраны гармошки, вот, подобраны частично, то есть сейчас это идет, сделан... Это сидит старый трек, поверх него наложены гармошки, синтезаторы немножко подписал, чтобы жира добавить, но в итоге получился трек. Баск на этом писал синтезаторы, вот, все подкладки на этом синтезаторе. Ну, там немножко флагинов добавлялось, в итоге работа, сведения, на стрим. Вот так. На концертах качает, а ты сидишь. Но при этом у вас есть такое, более, я слышал когда треки, есть более такие глубокие, прям они прям забирают, а это такое, ну, такое, для настроения чисто, да, 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 да. Ну, понимаете, мы приходим, играем концерт, народу надо, душа-то прогулялась, это как раз где-то в середине начинаем играть, народу нравится, они не аж, да. Это когда, короче, уже подпили все как следует. Да, 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 да. Лимонада, лимонада. Мне кажется, пьют выманинца, только лимонад. Только лимонад. Вода минеральна. Вода минеральна. Не до уху. Не до уху. Не до уху. Вода, которые запланированы, есть какие-то... Ну, сейчас мы особо стараемся, концерт нет, потому что сейчас у нас по факту-то идет работа, то есть мы все-таки пытаемся альбом свой закончить, сидим, сводим, делаем, ну, постараемся поменьше. В общем, у нас боевое лето было, по фестивалям в разных местах, по России получилось, на Кавказе, на Северном, в Кисловатске, под Москвой. Как вас встречают на фестивалях? Шикарно. Вообще шикарно. Людям нравится. Да, особенно после концертов, она еще больше нравится. Так нравится наша борода, а после концерта еще музыка. У людей не просто так бороду себе отрастить, когда что-то еще играть. Так это не тренды, да? Это не трендовая борода, это другой, наверное, как это был, как сказать, посыл отрастить бороду был не ради тренда. Да, просто не брились долго. А потом, когда она стала уже четкой. Это вы просто долго сидели, короче, сначала в студии, потом ездили по фестивалям, вам было не до бритвы, так и появилась борода. Вот, на самом деле так вот бороды мужики отращивают себя, а не ради моды. Просто не бриться надо. Конечно. Просто не бриться, да? Да, это нормально. Не бриться. А потом, ну как вот это взбрить теперь? У меня даже рука не как бы... А вот это как бы... Борща поел, теперь красненький. Сейчас ты с тобой без сметану ел больше. Фух. Ой. Что еще тут интересного у вас есть такого? Ты такой уже так, это самое информативное? Да. Самое интересное, это вот. Самый главный синтезатор, на котором делается все. То есть, короче, весь этот синтез ничто, да, по сравнению? Да, с этой маленькой штучкой. Да, да, да. Это не встроенные архиджаторы, да? Нет, это прописка, тут как бы секвенсер. Ага. Прописка, что тут-то-то. Это уже записка, секвенсер. Это что-то какая-то, ну, как эксперимент. Так, банал, пятый день одновременно. Так, банал, пятый день одновременно. Бывают такие моменты, когда, короче, все идет не так, и ты думаешь, еще 10 секунд этого, и я все брошу, да? Ну, это все. Это вот, это Windows. В этих случаях спасает термин Free Jazz. Да, это, я вспоминаю, короче, анекдот, анекдот, значит, новый русский, новый русский, новый русский бухает в каком-то там, ну, в большом заведении, там, стол накрыт, и бегает администратор, и вот один подходит, ну, то есть, один из этих гостей говорит, типа, слушай, мальчик, иди-ка сюда, иди сюда на секундочку. Тот подходит, говорит, слушай, а музыка, музыка сегодня будет? Какая-нибудь, он такой, да-да-да-да, специально для вас мы заказали самый крутой вообще джаз-бенд в мире, они вот, они специально для вас едут там, там, издалека, и будут играть вам самую офигенную джаз-музыку. Ну-ка, отлично, спасибо, спасибо, мальчик, иди отсюда. Ну-ка, приезжает, короче, джаз-бенд, играют, играет, там, не знаю, там, полчаса играет, пошли в курилку, там, перекурить, у них антракт, заходят, там, русских парней, говорят, что не получается, да? То же самое. Да. Вот так и рождаются треки, в принципе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 уже сразу. Все, тогда я сейчас камеру поставлю в уголочек и садимся писать альбом. И пишка уже есть. Супер, на самом деле. Очень-очень-очень-очень вы душевные мужики. Очень классно. Очень классно у вас музыка. Прям, ну, мне нравится сама, вот сам подход. Все такое, все такое живое, все экспромтом, и оно и то, что электроника есть, и то, что душа в этом есть. Вот это вот самое такое интересное, когда в электронной музыке есть душа. Вот это то. Как и без живых инструментов? Ну, на самом деле, электронной музыки тоже очень много хороших, которые без живых инструментов. Ну, вот это то, о чем я говорю, то, что когда, например, аналоговый синтезатор, они более такие, как бы, ну, живые, они, потому что постоянно колебается у них волна, это и создает жизнь. Плюс, естественно, эмоциональность на нотах или каких-то там тонов, мотивов, все. Круто! Слушайте, ну, я думаю, хватит ребят дразнить. Пускай, пускай, пускай вдохновляется вашим примером, приходит на ваши концерты. Вот, что вы хотите сказать зрителям, подписчикам, своим, моим, встаньте поближе, своим, моим, вот, и что-нибудь скажите напоследок, какое-нибудь пожелание начинающим музыкантам, ну, и старичкам? Начинающим музыкантам не заморачиваться, вычищать свою музыку, рафинировать, делать от души просто. Чем больше делаете, тем в конечном итоге у вас что-то получится. Главное, не сдаваться и больше всего делать. Ну, а так, всем, конечно, мира, добра, здоровья, удачи, всем денег побольше. Подписывайтесь у нас в ВКонтакте. ВКонтакте. С Фейсбуком что-то не идет вообще. Вы в Фейсбук тоже подписывайтесь. Сейчас, короче, следующий такой, финалочку надо, типа, сделать. Следующий шаг это такое то, что теперь видос выходит не на моем канале, а на вашем, и потом мой канал, короче, полностью будет заблокирован, и там где-нибудь проскочит видео, как меня в машине увозят, типа. Вот, на самом деле, да, подписывайтесь на ребят, подписывайтесь на мой канал, также ставьте там вот колокольчик, чтобы вам приходили оповещения, о новых видео, и чем больше вы будете активничать, тем больше будет вот таких вот клевых встреч и, возможно, совместных работ. Может быть, даже кто-то из подписчиков захочет с вами что-то сделать, и я думаю, это интересно. Это нереально, наверное, да, когда столько, ну, такой у вас процесс именно рабочий. Не, ну, почему, как бы, бывают, бывают, поскольку мы с кем-то делали. Вам вообще нравится работать с какими-то другими коллективами либо музыкантами? Когда вот есть что-то вот общее, тогда да, а вот бывали у нас моменты, что вот начинаешь делать, ради трека, да, когда? Ради трека тогда это не то. Потому что, как бы, ну, мы клевые, они клевые. Что-то сделать еще третье клевое, но как-то клево-клево не ложится. Ну вот, это тоже такой, как пример всем, что не нужно, на самом деле, ради трека писать ни для себя, ни совместно с кем-то, потому что там ребята клевые. Лучше просто наслаждаться творчеством друг друга и поддерживать. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Пока. Эти в гости.